Обрабатывается установка, стерильный фильтр, через этот фильтр опускается вода. Далее дело техники. В итоге все микроорганизмы остаются на фильтре. Его на сутки помещают в плоскую стеклянную емкость, затем в специальный термостат с температурой 37 градусов. Таким образом питательная среда помогает развитию микроорганизмов. Исследуем эту пробу повторно. Смотрим, есть ли колонии, выросли ли там. Если колонии не обнаружены, мы даем результат отрицательный, что в этой воде микроорганизмы отсутствуют. Если же вдруг обнаруженные колонии растут и развиваются, их тщательно исследуют, а также берут повторную пробу воды. Сотрудники, которые берут пробу воды, набирают ее вот в такие бутылки. Они запечатаны. Те специалисты, которые работают в лаборатории, обычно не знают, откуда привезена вода. Заборы проверка питьевой воды производятся каждый день, уточнила Лилия Хананова. Накануне мессенджера облетело сообщение о том, что сырую воду пить нельзя ни в коем случае. О том, что в интернете имеется информация якобы главный государственный врач Зеленодольского района, проинформировал население о том, что в Альмитске неблагополучная ситуация и территория кладбища и серебряные захоронения затоплены паводковой водой, и в Альмитске нельзя пить некипяченую питьевую воду. Это фейковая информация. Качество питьевой воды, которое подается в город через четвертый водоподъем, соответствует санитарным нормам, заявляет Ирина Хайрулина. Проведен контроль качества воды и в населенных пунктах. Пробы проверяются. Результаты можно будет узнать на сайтах исполкома и Роспотребнадзора. На сегодня относительно ситуации в Альмитском районе благополучная. Не зарегистрировано затопление территорий кладбищ и сибирьяц захоронений. На контроле находятся населенные пункты Нижний Мактама и Урсала. Жители оповестят, если воду из-под крана действительно нельзя будет пить. Службы в срочном порядке получат необходимые предписания, а людей обеспечат чистой водой. Маргарита Трегубенко, Ильин Урзалятов, Новости Юго-Востока.